Добрый вечер, в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. На самом деле наши права нарушаются на каждом шагу. Выгнали с работы, не договорились после развода, оправдали преступника за сроком давности. В последнее время люди все чаще обращаются за советом к специалистам. Сегодня в нашей студии уполномоченный по правам человека в Рязанской области Александр Гришко. Уполномоченный по правам человека, должность, которую я занимаю, есть в Рязанской области уполномоченный по правам ребенка. И недавно назначен исполняющий обязан на должность уполномоченной по защите прав потребителей. Но, тем не менее, уполномоченный по правам человека аккумулирует уполномоченных, действующих и прогнозируемых по направлениям, Управления по отдельным, военнослужащих, инвалидов там и так далее, вот в одном лице. И леймотив сегодня еще построения вот этой вот структуры правозащитной, чтобы вот на этом остановиться. Вот три категории полномочных есть, все достаточно. Иначе, если мы всех уполномоченных будем назначать по каждому направлению, актуальному. По каждой проблеме, конечно. По каждой проблеме, то у нас в стране получится второе правительство, получится, что совет уполномоченных надо составлять и так далее. То есть пойдет подмена соответствующих отраслей, ведомств, органов управления и, может быть, даже и власти законодателей. Люди уже успели привыкнуть к тому, что вы есть, что к вам можно прийти с просьбой, и она будет не только услышана, но и что-то изменится? Я думаю, что привыкли. Есть уже, так скажем, постоянно устоявшийся контингент граждан. Ну, это затянувшиеся жалобы, судебные тяжбы, потому что мы не имеем права по законодательству вмешиваться в деятельность судов. Но люди все равно стараются как-то добиться, спросить совета, какие-то рекомендации, а что делать в той или иной ситуации. Поэтому с этой категорией граждан приходится вести долгие беседы и не единожды для того, чтобы обрели форму решения этого вопроса. Где, куда им обратиться, и, может быть, помочь написать или исковое заявление, какое-либо другое обращение в соответствующую инстанцию. Мне почему-то кажется, что это больше бытовые вопросы. Раздел имущества, какое-то наследство, что-то еще. Потому что очень много проблем люди создают себе сами, когда они не заключают какой-то договор вовремя. На первом месте у нас по итогам прошедшего года, по итогам 13-го года, все-таки это жилье. Жилье, ветка и жилье, отсутствие жилья, отсутствие жилья, непредоставление жилья, погорельца. Вот это первое место. Далее следует вопрос здравоохранения. Это вопрос лекарств, вопрос качественного обеспечения соответствующим лечением, диагностика заболеваний. То есть доступность медицинской помощи. И как это не парадоксально, но на уровне федеральная структура, которая базируется на территории нашего региона, это увеличение количества обращений лиц, которые находятся в местах принудительного содержания. Это исправительные колонии, следственные изоляторы, это изоляторы временного содержания, это места для содержания административно арестованных. Но надо сказать, это тоже те же вопросы. Это не вопросы, связанные с неправильным обращением к ним, а то же самое, те же вопросы, связанные, например, в первую очередь, с оказанием медицинской помощи. Но мы-то часто бываем в таких местах, и мы прекрасно видим и знаем, что все абсолютно на должном уровне, так как это должно быть, так как установлено законом. Это больше для развлечения самих себя происходит, как вы считаете, если честно? Ну, отдельные случаи есть, когда действительно требуется более квалифицированная помощь, диагностика, привлечение специалистов соответствующих, но это не так часто. Чаще эта ситуация, я бы сказал так, провокационная. Или в интернете вывешивают информацию о том, что осужденного избили, не оказывают помощи и так далее. Мы обычно комиссионно выезжаем с прокуратуры, органами здравоохранения, если это вопросов касается причинения телесных повреждений. Министерство здравоохранения области здесь очень здорово помогает. И на месте рассматриваем эти вопросы. И, как ни парадоксально, зачастую осужденные впервые слышат о том, что, оказывается, его избили. Что у нас в районах? Там вроде бы поспокойнее, но, с другой стороны, работы нет. Больше родственников, которые бывают недовольны между собой. На что жалуются там и как им связаться с вами? Насколько это просто? В районах больше это вопросы межсоседских отношений. Лишний метр земли? Земельные участки, метр туда, метр сюда. Построил баню где-то около соседнего участка. Вода сливается в огород соседа, заливает там огурцы, грядки, все такое. Или солнце, наоборот, заслоняет эта постройка. Вот такого плана больше всего вопросы. Чтобы оперативно решать эти вопросы, мы создали институт помощника, помощников уполномоченного в каждом муниципальном образовании. Сколько у нас в Рязанской области их есть. И, надо сказать, это существенно помогает и гражданам быстрее оперативно решать вопросы. Вот в прошлом году ни много ни мало, 70 обращений было рассмотрено на месте, вот с помощью наших общественников. Причем общественник помогает решать такие, скажем, системные вопросы касаются экологии, я извиняюсь, размещения этих помоек, всех мусорных там этих вещей там и так далее. Я конкретно говорю по Шацку. Это вопросы трудоустройства, оказания помощи. Это вопросы регистрации граждан, которые, в том числе, прибывают из мест лишения свободы. Это, опять-таки, я хочу здесь Шацк привести, там очень хорошую работу комиссии по профилактике правонарушений, которая вот собирает в свою комиссию и участковых, инспекторов милиции, и представителей органов управления, которые должны решать эти вопросы. Очень своеобразно решают эти вопросы, но решают, главное, что положительно. Вот мы как опыт такой имеем, вот, например, Шацка. Ну и у других есть тоже, кстати, хорошие такие примеры. Кадамский район, я тоже хотел в этом плане отметить. Самые незащищенные слои населения – это детки и старики. Обращаются ли к вам мамы и пенсионеры? Ну, пожалуй, пенсионеров, наверное, всех больше. Всех больше. Это, опять-таки, медицинские проблемы. Но есть такое сочетание, когда старшее поколение и младшее поколение, если его можно так назвать, это дети, когда дедушки, бабушки, мамы реже, потому что, если у вас есть полномочия по праву ребенка, видимо, они чаще обращаются к тому полномоченному. Но требуют защиты от нерасправедливости, которая существует, по их мнению, в отношении детей. Вот у нас случай такой был, когда мне пришел дедушка, ветеран воздушно-десантных войск, подполковник в запасе, такой добрый, хороший, не из числа от категории, которые стучат по столу, требуют там правды, добиваются и так далее. Я вот пришел, и меня до сих пор тронуло эту ситуацию. Но как же так, два с половиной года внука нет, а суд вынес вердикт о том, что срок давности прошел, поэтому лица не могут быть привлечены к ответственности. Это случай у нас, помните, где-то около трех лет назад был в Рыбном, когда двоих подростков завалило песком в карьере. И когда следствие шло, и так и не могли найти виновных. Ни экскаваторщик, ни предприниматель, который ведает этим карьером, не были привлечены к ответственности. И итог вот такой, что срок давности. Но мы вмешались, потому что действительно эта ситуация такая, у меня, откровенно говоря, зацепила очень глубоко. Поэтому суд областной вынес частное определение, то, что другого тут больше уже не могло быть, в адрес тех должностей лиц, которые допустили вот такой вот этот факт. И должностные лица правоохранительных органов были наказаны. Год начался, наверняка тоже есть какие-то планы. Расскажите о них. Я не единожды был в субъектах федерации, в субъектах, где очень хорошо поставлены вопросы, тема отрабатывается, допустим, доступная среда, другие вопросы решаются экологические. И после очередной поездки я доложил губернатору Рязанского Василия Ковалевичу Ковалеву, потому что я пришел к выводу, что отдельные вопросы в Рязанской области решаются таким образом, что их можно и нужно показывать и другим субъектам. Не все нам ездить учиться там и так далее. И Олег Иванович поддержал, и мы 25-26-го проводим ни много ни мало международную конференцию на базе правительства Рязанской области с такой темой обеспечения реализации прав граждан, оказавших в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что, например, Рязанской области. И одна уж нынешняя ситуация, которая в целом в России существует, а мы составная часть, что называется, России, она очень актуальна. У нас сегодня 12 человек заявили о полномочии субъектов Российской Федерации принять участие в этой конференции. Это Республика Мариэл в том числе, Республика Татарстан, Республика Крым. Ну и представители Центрального федерального округа. Поэтому такую конференцию мы проведем. Мы приглашаем сюда руководителей нашей национальной диаспоры. Вопросы миграции населения, их трудоустройства, бытовоустройства и так далее. Тоже это вопрос, что называется, актуальный. Тоже примут участие правоохранители. Члены правительства будут принимать участие. То есть от кого зависит уже решение конкретных вопросов. Органы прокуратуры, суда. Вот всех соберем. Общественное объединение. Друг на друга посмотрим. Обменяемся мнениями. Примем какие-то рекомендации или резолюцию и так далее. Я думаю, что польза от этого будет. И, соответственно, будет представлена или уполномочия по правам человека в Российской Федерации, Александра Панфилова, или ее представитель будет у нас работать. И председатель комитета Госдумы по делам национальности, Горжевед Теремович Сафаралиев. Значит, предъявил с удовольствием принять участие. И ученый мир тоже привлекает. Так что, думаю, что хороший разговор. Поэтому Олег Иванович поддержал губернатор вот эту вот идею. Минут 25-26 будем проводить здесь, в Рязани. У нас с вами тоже сегодня получился неплохой разговор. Спасибо вам за встречу. Я напоминаю телезрителям, это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова